К данному мероприятию мы подготовили для вас видео-мастер-класс, который посвящен профилактике ВИЧ-инфекции и гемоконтактных инфекций у медицинского персонала. Внимание на экран, я прошу включить ролик. Профилактика профессионального инфицирования ВИЧ-инфекций. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Ваши фамилии, имя, отчество и дата рождения? Иванов Сергей Юрьевич. 3 апреля 1978 года. Поскольку вы проходите лечение в нашем отделении по поводу новообразования желудка, вам по назначению врача назначено ввести дексаметазон. Вы согласны на данную процедуру? Да, хорошо. Пройдёмте. Медсестра осуществляет внутримышечную инъекцию в соответствии с СОМ. При извлечении иглы из мышцы пациента отвлекается на стук в дверь, прокалывает палец иглой. Необходимо срочно провести постконтактную профилактику ВИЧ-инфекций и гемоконтактных гепатитов. Нужно снять перчатки и тщательно промыть руки с мылом под проточной водой. Взять укладку экстренной профилактики парентеральных инфекций. Дважды обрабатывать руки 70% этиловым спиртом. Смазать ранку 5% спиртовым раствором йода и заклеить её лейкопластырем. Здравствуйте, можно? Здравствуйте, проходите. Сегодня при проведении внутримышечной инъекции Иванова Сергея Юрьевича я проколола палец, отвлеклась на шум. Первую помощь я себе оказала. Какую первую помощь вы себе оказали? Я обработала руки 70% спиртом, обработала непосредственно сам прокол 5% йодом и заклеила лейкопластырем. Во сколько произошла авария? Полдвенадцатого. Хорошо, нельзя терять времени. Нам нужно срочно отобрать кровь у вас и у пациента на ВИЧ-инфекцию, чтобы вовремя начать экстренную профилактику. Пройдёмте в процедурный кабинет. Пока я буду оформлять направление на исследование, пожалуйста, заполните согласие на добровольное свидетельствование на ВИЧ-инфекцию. Хорошо. Продолжение следует... Сергей Юрьевич, здравствуйте. Пройдёмте, пожалуйста, со мной в процедурный кабинет. При проведении вам внутримышленной инъекции наша медицинская сестра проколола себе палец. Мы обязаны избежать возможного заражения. Для этого нам нужно взять кровь на исследование ВИЧ и вирусные гепатиты В и С. Согласны ли вы? Да, конечно. Почему бы нет? Исследование будет конфиденциальным. Вы сможете узнать свой ВИЧ-статус. Где и кем вы работаете? Подскажите, пожалуйста. Я работаю в юридической фирме, являюсь непосредственным директором юридической компании «Иванов ЭКО». Я должна буду вас предупредить, что ВИЧ-инфекция может передаваться несколькими путями. При внутривенном введении наркотиков, при использовании стерильного медицинского инструментария, при переливании крови, наносении татуировок, либо использовании чужими бритвенными, либо маникюрными принадлежностями. ВИЧ-инфекция можно заразиться и половым путем, когда во время социального контакта не используют презерватив. Ваша кровь исследуем на антитела, к ВИЧ, но результат может быть отрицательный, несмотря на то, что вы уже заражены, так как время инкубационного периода заболевания может сразу не обнаруживаться в крови. За заражением инфекции предусмотрена уголовная статья. Пожалуйста, заполните два информированных согласия на проведение обследования на ВИЧ-инфекцию. После того, как кровь медсестры и пациента отобрана в соответствии с СОП, необходимо отнести анализы в лабораторию для экспресс-тестирования на ВИЧ. Лаборант проверяет соответствие маркировки на пробирках и бланках, берет тест-систему для экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции, проверяет ее срок годности, наличие инструкции по применению, вскрывает две тест-системы и помещает кассеты на лоток. Маркирует кассеты. В круглые окошки кассет вносит по одной капле цельной крови и две капли буферного раствора. Через одну минуту, но не позднее 15 минут, визуально оценивает результаты. Появление двух параллельных линий розового цвета на уровне маркировок T и C свидетельствует о положительном результате. Появление одной линии на уровне маркировки C свидетельствует об отрицательном результате. Полученные данные заносятся в лабораторный журнал. Здравствуйте. Я выполнил экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию у медработника Сахарова Александра Романовны и пациента Иванова Сергея Юрьевича. У медработника результат отрицательный, а у пациента положительный. Образцы пострадавшего пациента будут исследованы на вирусной гепатиты В и С. Плановым порядком методом ИФА. Спасибо. Здравствуйте. Это старшая медицинская сестра отделения общей онкологии. У нас произошла аварийная ситуация. Необходима экстренная химиопрофилактика ВИЧ-инфекции. Сейчас я отправлю к вам курьера. Выдайте ему, пожалуйста, препараты. Результат экспресс-теста на ВИЧ у пациента Иванова Сергея Юрьевича пришел положительный. Пока не прошли 2 часа с момента травмы, нам нужно срочно начать прием антиретровирусных препаратов. Я позвонила уже в отделение реанимации, где находится запас препаратов. Срок годности хороший, инструкция к применению прилагается. Пока рабочий день еще не закончился, вам необходимо съездить на консультацию инфекциониста в СПИД-центр. По адресу 8 Соколиная гора, дом 15. Там скорректируют вам схему химиопрофилактики и назначат необходимое мероприятие. Предварительно прошу вас сделать тест на беременность. От его результата будет зависеть схема профилактики. А я тем временем заполню журнал учета аварийных ситуаций при проведении медицинских манипуляций и доложу о случившемся заведующему отделению и эпидемиологу. При получении всех уточняющих данных ответственными лицами будет составлен акт о медицинской аварии в учреждении. За пострадавшую устанавливаем медицинское наблюдение сроком 1 год. Через 3, 6, 12 месяцев после медицинской аварии обследуем пострадавшую на ВИЧ-инфекцию методом стандартного тестирования в ИФА. Несмотря на то, что пациент обследуется на парентеральной инфекции перед госпитализацией в онкологический стационар, мы не игнорируем необходимость проведения экспресс-тестирования образцов его крови и последующего стандартного тестирования на ВИЧ. Это связано с серонегативным окном, характерным для заболевания, а также некоторой вероятностью ложно-отрицательного результата обследования, проведенного до начала лечения. Коллеги, спасибо за внимание. При подготовке ролика мы очень старались и не случайно выбрали эту тему, поскольку профилактика и СМП именно среди медицинских работников не менее важна, чем среди пациентов, хотя этому мы, бывает, уделяем недостаточно пристальное внимание, это с одной стороны. А с другой стороны, это как раз таки демонстрация того, что обучение медицинских работников, его организация может носить и неформальный характер, а наоборот привлекать внимание к проблеме и довольно красочно, ярко демонстрировать, как ее решить. В ролике мы попытались вам продемонстрировать основные этапы первичных мероприятий, которые проводятся, если аварийная ситуация наступила. Спасибо. Уважаемые коллеги, вопросы? Ну, для наших сотрудников, наших коллег не секрет. Все участники данного ролика, это сотрудники нашей клиники, они очень старались. Сегодня для них такой дебют. Мне кажется, они прекрасно справились. И мы на этом не останавливаемся. Следующий этап мы будем, уже готовим ролик для хирургов нашего операционного блока. Такой запрос поступил. Будем выступать на врачебной конференции. И сегодня я уже говорила о том, что мы все время говорим про пациента. Да, безусловно, он на первом месте. Но залог успеха нашего труда и результат наших трудовых будней – это комфорт и безопасность наших сотрудников. Поэтому сегодня мы делаем на это огромный акцент и будем выпускать такие ролики, будем с вами делиться. Поэтому надеюсь, что это вам очень понравилось. Спасибо. Спасибо.